В этом выпуске я расскажу о 10 самых элитных спецподразделениях Средней Азии. Погнали! Ну а открывает десятку Таджикистан и его отдельная мотострелковая бригада быстрого реагирования. Отметим, что вооруженные силы Таджикистана это единственная армия на постсоветском пространстве, которой не досталось практически ничего после распада СССР. Однако это не помешало ей стать со временем боеспособной структурой. В начале нулевых годов очень протяженная граница с Афганистаном и борьба с возможностью вторжения через нее враждебных отрядов стала приоритетной задачей. Для ее выполнения в 2003 году были созданы мобильные войска, в числе которых имеется отдельная мотострелковая бригада быстрого реагирования. Ее формирование проходило без увеличения общей численности вооруженных сил из числа десантных подразделений, сил специального назначения и других спецотрядов. Сейчас военная ситуация в северных провинциях Афганистана резко ухудшается. Наибольшую тревогу вызывает стремительное увеличение в этой стране числа боевиков исламского государства. По этой причине актуальность бригады быстрого реагирования лишь укрепляется. При этом стоит отметить, что опыт боевых действий и результаты совместных учений показали, что отличительная черта таджикских спецназовцев заключается в хорошей подготовленности и способности вести боевые действия в условиях гурной местности при ограниченной видимости и ограниченной возможности маневра. На девятом месте расположился спецназ Министерства внутренних дел Туркменистана. Отряд спецназа Туркменской полиции был сформирован на основе отряда ОМОН-МВД Туркменской ССР. Также в составе Министерства внутренних дел существует специальный отряд для подавления беспорядков в местах лишения свободы. Спецгруппа тюремного спецназа расквартирована в Ашхабаде и находится в непосредственном подчинении высшего руководства управления исполнения наказаний, что значительно затрудняет контроль за ними со стороны органов прокуратуры. Ввиду того, что Туркмения со времен обретения независимости не воевала, и оперативная обстановка в стране оставалась спокойной, считается, что его спецназ менее боеспособен относительно аналогичных подразделений государств Средней Азии. Однако о том, что туркменский спецназ готовился и готовится выполнять не только парадные функции, говорит направленность и содержание его боевой и специальной подготовки, а также характер и ход ставших известными учений и тренировок. Несмотря на наличие многочисленной и не слишком организованной армии, на правоохранительные органы Туркменистана ложится едва ли не основная задача по противодействию угрозы, в том числе из Афганистана. Тактика партизанской войны и диверсионных вылазок может нанести Туркмении серьезный ущерб. К этому в основном и готовят спецназовцев Министерство внутренних дел. В середине сентября 2008 года в одном из социально неблагополучных районов Ашхабада, так называемой «хитровки», произошли уличные бои. По разным источникам перестрелки длились три дня. Было убито 20 полицейских и неизвестное количество гражданских лиц. Предполагалось, что причиной беспорядков были действия группы боевиков численностью от 100 до 250 человек. Сообщалось также, что на крыше захваченного ими здания действовали два снайпера. В этой связи специальными подразделениями правоохранительных органов Туркменистана была проведена операция по задержанию, в результате которой указанная преступная группа была обезврежена. Место номер 8. Спецназ Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. В 1991 году в Таджикистане появилось первое спецподразделение. Это спецбатальон ГКНБ. В самом начале это была рота специального назначения. В момент образования никто особо строго не прописывал задачи нового спецподразделения, так как его формирование было вызвано практикой, а не теоретической необходимостью. Ведь в стране началась гражданская война. В дальнейшем задачи спецназа ГКНБ были уточнены и отработаны. Сейчас они занимаются силовым противостоянием, внутреннему терроризму и политическому бандитизму, а также борьбой с наемниками, прошедшими подготовку за границей. Со временем формирование получило неофициальное название «Альфа». Только за период с 1997 по 2002 год спецподразделение ГКНБ провело около 10 крупных боевых операций. К примеру, во время одной из таких акций в 2001 году совместно с Министерством внутренних дел был уничтожен один из полевых командиров террористической ячейки, а его группировка, считавшаяся последним крупным незаконным вооруженным формированием непримиримой таджикской оппозиции, рассеяна. В настоящее время основу спецназа КНБ составляют бойцы, получившие реальный боевой опыт во время гражданской войны, а также зачастую принимавшие участие в столкновениях на территории Афганистана. Основная база спецназа находится в столице республики – Душамбе. Имеется также специальный резерв. Это позволяет при необходимости в несколько раз увеличить за счет оповещения и сбора их количество. Бойцы спецназа Альфа периодически привлекаются на специфические задания. Например, в декабре 2019 года элитное спецподразделение было мобилизовано для охоты на волков с целью защиты ряда населенных пунктов. Последним известным участием спецназа КНБ в боевых действиях является пограничный конфликт с Киргизией весной 2021 года, который периодически вспыхивает из-за неопределенной границы между двумя странами. На седьмом месте расположился Кыргызстан и его спецназ пограничной службы Бару. Спецназ Государственной пограничной службы Кыргызстана был создан в декабре 2002 года, а в марте 2007 получил свое нынешнее название. Это одно из самых известных и в то же время наиболее засекреченных спецподразделений в Кыргызстане. В обязанности бойцов Бару входит выполнение спецзаданий по защите границы и урегулированию возникающих там инцидентов, проведение антитеррористических операций, пресечение деятельности незаконных вооруженных формирований. Также личный состав отряда проводит разведывательную работу по установлению подозрительных лиц в пограничной зоне и отдаленных селениях. Помимо этого, Бару проводит и разведку в горной местности. При этом несут службу по всему периметру государственной границы. Во время межэтнических столкновений между Кыргызами и Узбеками, вспыхнувших в июне 2010 года в городе Ош, на личный состав Бару были возложены задачи по сопровождению иностранных граждан в аэропорт и обеспечению их безопасности. А также по защите женщин и детей, попавших в тяжелую ситуацию. В январе 2014 года бойцы Бару участвовали в разрешении вооруженного конфликта на Кыргызско-Таджикской границе. Тогда из-за споров по поводу строительства объездной дороги между жителями двух республик произошла перестрелка. На протяжении 2021 и 2022 годов Кыргызско-Таджикский участок государственной границы периодически становился зоной конфликтов между пограничниками двух стран. Во время одного из инцидентов в ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения Бару захватил пограничную заставу Ходжа-Ало, республики Таджикистан. Место номер 6. Спецназ Государственной службы безопасности Узбекистана. Главной спецслужбой страны является служба государственной безопасности. Преобразована она была в марте 2018 года из службы национальной безопасности, которая, в свою очередь, была создана в сентябре 1991 года. Стоит сразу отметить, что спецслужбы Узбекистана засекречены лучше, чем другие аналогичные системы служб южной части бывшего Советского Союза. В отличие от других стран Средней Азии, Узбекистан с самого начала довольно настороженно относился к сотрудничеству с российскими спецслужбами. Руководители силовых структур Узбекистана считают, что их ведомства сами прекрасно справляются с охраной и границей, и территории. Одни из первых крупных известных спецопераций службы тогда еще национальной безопасности произошли в 2000 году. Тогда Соединенные Штаты и Узбекистан проводили совместные секретные операции, направленные против Талибана, как минимум за год до терактов 11 сентября. В результате чего через пару лет на территории Узбекистана появились военные базы НАТО и центры радиоперехвата ЦРУ. В настоящее время основная задача спецслужб республики – это борьба с террористами, к которым в Узбекистане относят и политические правые оппозиционные силы. Основных противников три – это Исламское движение Узбекистана, религиозная партия Хизбут-Тахрир, а также обвиняемая в терроризме запрещенная партия ЭРК. В борьбе с ними спецслужбы страны не стесняются в методах. Борьба с боевиками определяется простым методом – все выступившие против правительства с оружием в руках уничтожаются на месте без определения степени их вины. Пятое место. Казахский спецназ Министерства внутренних дел «Сункар». Отряд специального назначения «Сункар» был создан в 1998 году. Находится в непосредственном подчинении Министерства внутренних дел. Главная задача этого элитного спецназа – борьба с терроризмом, освобождение заложников, обезвреживание бандформирований и преступных группировок на территории Казахстана, обеспечение охраны глав иностранных государств во время официальных визитов. В 2003 году на коллегии МВД Казахстана было решено использовать «Сункар» исключительно для выполнения наиболее сложных и рискованных заданий, которые могут повлечь значительные потери личного состава и жертвы среди мирного населения. В отличие от подразделения «Орлан», которое предназначается для повседневной работы. Штаб-квартира находится в городе Алматы. Имеются пять региональных подразделений по всему Казахстану. Одними из главных требований к желающим поступить в «Сункар» являются рост не ниже 175 сантиметров, возраст не более 25 лет. Хотя в другие подразделения МВД принимаются граждане до 32 лет. Дело в том, что за всю историю существования отряда спецназа никто старше 25 лет сдать нормативы по физической подготовке не смог. Система подготовки во многом похожа на российские подразделения спецназа внутренних войск «Витязь», вплоть до экзаменов на получение краповых беретов. Структурно подразделение представляет собой роту специального назначения общей численностью более 100 человек. На четвертом месте расположился «Беркут» Национальной гвардии Казахстана. Национальная гвардия Республики Казахстан была создана в 2014 году. Это формирование войск, которое имеет правоохранительные функции внутри государства, входит в систему внутренних дел и необходимо как для безопасности отдельных граждан, так и общества и государства в целом. Подразделение специального назначения «Беркут» было сформировано еще в начале 2000-х годов, в составе тогда еще внутренних войск Казахстана. Сегодня этот спецназ представляет из себя боеспособное подразделение с местами дислокации во всех крупных городах Казахстана. Благодаря наличию техники и авиации, спецназ «Нацгвардии» отличается мобильностью и нередко принимает участие в антитеррористических и специальных операциях в разных уголках страны. «Беркут» пребывает в постоянной боевой готовности для пресечения любых внутренних конфликтов, в том числе с применением оружия. Также стоит отметить, что «Беркут» входит в состав коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Особые требования предъявляются к физической подготовке, наличию волевых и бойцовских качеств. Неизменным условием остается умение ориентироваться в экстремальных ситуациях и наличие очень крепкой нервной системы, позволяющей в любой ситуации держать себя в руках. Естественно, что предпочтение отдается юношам, имеющим высшее образование, отслужившим срочную службу в рядах Национальной гвардии и других силовых ведомствах. Основные задачи подразделения заключаются в участии совместно с органами внутренних дел в операциях по обезвреживанию особо опасных преступников, борьбе с незаконными вооруженными формированиями и пресечении диверсий на особо важных государственных и стратегических объектах, пресечении массовых беспорядков и выполнении отдельных задач в военное время. С 5 на 6 января 2022 года Национальная гвардия Казахстана совместно с сотрудниками полиции пыталась ликвидировать массовые беспорядки и мародерства в городе Алматы. Применяя новые тактические маневры, военнослужащие спецподразделения «Беркут» не дали возможность толпе достичь своих целей. На третьем месте расположился Кыргызстан и его 25-я отдельная бригада спецназначения «Скорпион». Это элитное формирование вооруженных сил Кыргызстана. История бригады начинается 31 марта 1994 года, когда по приказу министра обороны была создана 525-я рота специального назначения. Многие ее офицеры получили тогда боевой опыт в Таджикистане и Афганистане. Переформирована в 25-ю отдельную бригаду в 2001 году. В 1999 и 2000-х годах сводный отряд батальона принимал участие в вооруженных столкновениях на территории Баткенского района против боевиков исламского движения Узбекистана. В августе 2000 года бойцы «Скорпиона» неожиданно появились в тылу врага, перекрыв им пути к отступлению, тем самым переломив ход боев. В результате кампании 33 воина бригады «Скорпион» получили медали и награды. Во время межэтнических столкновений между киргизами и узбеками, вспыхнувших в июне 2010 года в городе Ож, бойцы «Скорпиона» выполняли боевые задачи по обеспечению безопасности населения. В настоящее время в задачи «Скорпиона» входит обеспечение внутренней и внешней безопасности страны, проведение разведывательной работы, оперативная работа по противодействию террористическим угрозам, а также борьба с незаконными вооруженными формированиями. В программу обучения входит воздушно-десантная, водолазная, разведывательная и диверсионная подготовка. В бригаду приглашают инструкторов из России и Соединенных Штатов. На вооружении бригады состоят лучшие образцы российского и натовского оружия и снаряжения. Имеется высокоскоростная военная техника и бронетранспортеры. Ко всему прочему, бойцы «Скорпиона» обеспечены качественным универсальным тактическим обмундированием и экипировкой. В январе 2022 года 150 военнослужащих спецназа «Скорпион» и 19 единиц техники были задействованы в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане. На втором месте расположились аэромобильные войска Казахстана. Десантно-штурмовые войска — это род войск, входящий в состав сухопутных сил Казахстана. Были сформированы в 2000 году на базе 35-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады. Первые годы становления воздушно-десантных войск Казахстана из-за недофинансирования проходили очень нелегко. Если на заре становления в аэромобильных войсках насчитывалась лишь одна бригада, то к 2015 году их число возросло до 12. На вооружении десантников появлялись новые образцы вооружения. Развитие и дальнейшее укрепление международного сотрудничества десантников с зарубежными коллегами привело к тому, что о казахской армии узнали во всех частях света. Именно на базе Алматинской и Капшагайской десантных бригад был создан знаменитый Казбат. Это миротворческий батальон, подготовленный по всем стандартам НАТО и работающий в Ираке с 2003 по 2008 год. Большую помощь в вопросах совершенствования боевой подготовки казахским десантникам оказывают и российские коллеги, которые имеют опыт службы в реальных боевых условиях в Сирии. Управление аэромобильными силами расположено в городе Алматы. Их общая численность составляет около 6000 человек. Десантники в Казахстане рассматриваются как резерв верховного главнокомандующего, предназначающийся для оперативного реагирования на кризисные ситуации при резких изменениях военно-политической обстановки, а также усилении войсковых группировок. В последние годы аэромобильные войска Казахстана хорошо развиваются, при этом непосредственного боевого опыта они не имеют. Правда, в составе ВДВ продолжают службу определенное количество офицеров, принимавших участие в коллективной миротворческой миссии в Таджикистане. В настоящее время без участия десантников не обходится ни одно крупномасштабное международное учение, которое проводится в рамках СНГ по линии ОДКБ и ШОС. И, наконец, первое место! Силы специальных операций вооруженных сил Узбекистана. После распада Советского Союза к вооруженным силам Узбекистана отошли 15-я бригада специального назначения, 459-я рота спецназначения, а также учебный полк специального назначения, готовивший во время Афганской войны личный состав для подразделений 40-й армии. Однако со временем все это было реорганизовано. На важнейших операционных направлениях созданы подразделения сил специальных операций. Опыт проведения операций по ликвидации террористов, проникших в горные районы Сурходаринской, Кашкодаринской и Ташкентской областей, подтвердил их эффективность. В 2000 году был создан антитеррористический центр. В то время российские сотрудники ФСБ группы «Альфа» тренировали местный спецназ, а его представители выезжали на базу центра спецназначения в Москву. В дальнейшем узбекский спецназ стали тренировать американские инструктора. Кроме того, в подготовке спецподразделений Узбекистану оказывали поддержку Турция и Великобритания. В составе сил специальных операций Узбекистана имеется отдельный спецбатальон, укомплектованный офицерами, прошедшими специальную подготовку для действий в условиях высокогорья. Особая система подготовки сил специальных операций Узбекистана, а также оснащенность современными видами вооружения, сделали их очень мобильными и готовыми выполнить задачи по ликвидации вооруженных отрядов, незаконно проникнувших на территорию страны. В последние несколько лет узбекский спецназ вооруженных сил регулярно проводит учения со своими российскими коллегами. Это стало особенно актуально на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане. Ну а ты обязательно напиши свое мнение в комментариях и посмотри мои прошлые выпуски. Также мое видео можно посмотреть на Ротубе и Яндекс.Дзене. Чтобы знать еще больше самых интересных новостей, вступай в мою группу ВКонтакте и не забудь подписаться на мой второй музыкальный канал. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Харддастер. Всем мира и процветания!